Привет, ребята! Меня зовут Мария Сафина, я нутрицолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. И сегодня в этом прекрасном предновогоднем выпуске мы с вами разберем составы майонезов, посмотрим все-таки, какие нутриенты с данным продуктом поступают в организм и сделаем выводы о том, все-таки вреден данный продукт, полезен и как его нормировать в рационе. Итак, поехали! И для начала немножечко определения. Майонез это однородный эмульсионный продукт с содержанием жира не менее 50%. То есть майонез представляет собой эмульсию, то есть однородное вещество по типу масла в воде. Изготавливаемый из рафинированных, дезодорированных растительных масел, здесь имеется именно промышленный майонез. Воды, яичных продуктов в количестве не менее 1% в пересчете на яичный желток. Ну то есть главные ингредиенты майонеза это обязательно рафинированное масло, это вода, это яичные желтки, могут добавляться какие-то продукты переработки молока, различные пищевые добавки, да, горчица та же самая, уксусная кислота, соль, сахар и так далее. Вот здесь я представила состав майонеза именно по ингредиентам. Да, самый главный ингредиент, обычно он стоит на первом месте и в принципе определяет то, чем является майонез. Это поставщик жиров и поставщик явно не омега-3. Рафинированные, дезодорированные растительные масла для изготовления майонеза в промышленном производстве используются в основном подсолнечное, соевое, кукурузное, рапсовое, арахисовое, льняное, горчичное. Но то, что мы видим в наших магазинах, это в основном подсолнечное масло. Различные яичные продукты, и здесь я хотела бы обратить внимание на то, что они пастеризованные, сухие или жидкие. Это может быть яичный меланш, различные яичные порошки, желток, белок. Почему я сделала акцент на том, что яичные желтки используются на производстве пастеризованные? Потому что когда человек хочет оздоровить свое питание, начать готовить майонез дома, обычно он использует какие яйца? Просто покупает, да, то есть не обработанные термически, не пастеризованные. Здесь, конечно же, повышается риск заболевания сальмонеллеза у человека. Поэтому, если вы хотите готовить майонез самостоятельно, соответственно, можно купить пастеризованные желтки, которые продаются в магазинах, действительно найти, и таким образом обезопасить себя от различных рисков заражения различными заболеваниями. Также уксусная кислота, которая формирует вкус, сахар для того, чтобы брать вот эту вот кислинку уксусной кислоты, соль поваренная, горчица, она обладает эмульгирующими свойствами, то есть стабилизирует саму нашу массу, да, она добавляется в виде порошка обычно или эфирного масла, ну и, соответственно, придает вот эту самую горчинку. Сухое молоко и соевые белки тоже являются стабилизаторами. Кислоты бензоина и сорбинова и их соли – это антимикробные вещества, консерванты. Каждая из этих кислот расщепляется в нашем организме, бензоиная через коэнзим КОА выводится из организма, и сорбиновая расщепляется как жирная кислота. На производстве они имеют свои допустимые суточные потребности, и, соответственно, там же и регулируется. И сода. Различные загустители также могут использоваться, стабилизаторы такие, как молочная кислота, она тоже в нашем организме прекрасно расщепляется, метаболизируется. Окислители, ну, допустим, токоферолы, подсластители и там заменители различной сахара также можно встретить в составе майонеза. Также вы можете встретить на прилавках супермаркетов такие продукты, которые называются майонезными соусами. Большинство людей думают, что они более легкими. Ну, здесь, конечно же, нужно смотреть тоже на БЖУ и на, да, именно калорийность данного продукта. Нельзя сказать, что майонезный соус полезнее майонеза, и нельзя сказать, что майонезный соус вреднее майонеза. И вообще, даже про майонез нельзя сказать, что он либо вредный, либо полезный. Польза и вред определяется тем, сколько майонеза вы вносите в свой рацион ежедневно. Конечно же, для формирования здорового рациона на ежедневной основе, да, данный продукт, я бы не сказала, что не подходит. Его действительно нужно научиться правильно нормировать, потому что большинство людей все-таки его нормировать не умеют. Где одна ложечка майонеза, там и две. И обычно, когда человек делает майонезный салат, он не смотрит, сколько майонеза, он не считает, сколько майонеза он туда кладет. То есть продукт, по сути, в рационе среднестатистического человека совершенно ненормируемый. Может уйти как пол пачки майонеза на картошечку с сосисочками, с колбасочками, может уйти, допустим, там пол ложки, да. Поэтому я здесь не буду говорить, что майонез вредный или майонез полезный. Я немножечко другую тему здесь затрону, но это будет в следующем слайде. Итак, чем же отличается, допустим, майонез от майонезного соуса? Тем, что там основа это растительные масла, то есть жиров там будет больше намного, да. Посмотрите, здесь не менее 15%, здесь 50%. И самое главное, что в состав майонеза входят яичные продукты, яичные желтки, и в майонезном соусе здесь их нет. Яичные желтки в том числе являются хорошим стабилизатором для майонеза. И так как в майонезном соусе их нет, он будет более жидким, и там в составе можно чаще встретить более сильные стабилизаторы. Итак, вот этот волшебный вопрос относительно присутствия майонезных соусов, и майонеза, и соусов вообще в рационах, это вопрос, зачем сдабривать еду? Какой смысл вносить нутритивно бедный продукт вроде майонеза или других каких-то соусов из рафинированных ингредиентов на постоянной основе в свой рацион? При этом мы как бы сдабриваем еду и придаем ей какой-то другой вкус. У природных продуктов ведь есть прекрасные свои вкусы. Очень часто майонез добавляют для того, чтобы сохранить нежность продукта. Я считаю, что сейчас это не актуально совершенно, потому что в настоящее время есть множество прекрасных плит, есть антипригарочные сковороды, различные грилли, которые прекрасно создают среду для того, чтобы сохранить вот эту мягкость и нежность продукта. Ну, плюс, конечно, практика, ее никто не отменял. Майонез всегда практически добавляется в салаты из уже очень сильно переработанных продуктов. Какие? Переваренные овощи, да, которые настолько размягчены, что их структура уже близка к простому углеводу. То есть, по сути, вы просто получаете сахар и жир. Да, майонез и сам состоит из сахаров и жиров. Примерно, ну, здесь будут не насыщенные жиры, да, жир растительного происхождения плюс сахар. Ну, вот смотрите для себя. Я, например, выбираю и рекомендую своим клиентам ограничить все-таки данный продукт в рационе. Ниже мы посмотрим на то, какие нутриенты несет данный продукт в ваш организм. Из них нет ни одного эссенциального элемента. При этом продукт высоко рафинированный, высоко калорийный, трудно действительно нормируемый, жидкий. Конечно же, вам решать, будет ли ваш салат мертвыми овощами, плавающими в высокожировом продукте вроде майонеза, да, или вы этот продукт все-таки будете нормировать и подходить очень осознанно к его внедрению в рацион точечно, либо вы попробуете вводить в свой рацион действительно чистые вкусы природных продуктов, огурцы, помидоры различные, да, болгарский перец и так далее, не сдобренные различными вот такими вот соусами. Давайте посмотрим, приоритетным источником какого нутриента является у нас майонез. Во-первых, это добавленные жиры, дезодорированные масла, то есть обезличенные по вкусу, по запаху и, конечно же, не источники омега-3, которых так не хватает. Добавленные сахара, сахар есть практически в каждом майонезе, это обычная часть рецептуры, поэтому сделайте себе пометочку. Майонез это жидкие калории, как ни крути, высококалорийный жировой продукт с сахаром. Нет омега-3, мало белка в майонезе и много жиров. Несет наш организм жиры, рафинированные, дезодорированные. Нет клетчатки, соответственно, нет различных эссенциальных элементов в данном продукте. Бедный витаминно-минеральный состав, там неоткуда просто взяться витамином и минералом, потому что все очень глубоко, высоко переработано. Майонез это классический ингредиент разного фастфуда, это часть фастфудного быстрого питания. Нет антиоксидантов и полифенолов, ну, конечно же, откуда им там быть. Делаем вывод, что это нутритивно-бедный продукт, и вводя его в свой рацион, действительно нужно понимать это. И как альтернативу, конечно же, я предлагаю сделать несколько пшиков нерафинированного масла первого холодного отжима, либо можно использовать просто овощи, да, сделать овощную тарелку без различных масел. Масла первого холодного отжима будут богаты каротиноидами и иметь витаминную активность по сравнению вот с данным высоко переработанным продуктом. Я еще раз повторяю, что майонез это продукт не вредный, но здесь действительно нужно смотреть весь рацион в целом и кратность употребления данного продукта. И давайте заглянем внутрь в строение майонеза провансаль 67%. Посмотрите, главным нутриентом являются жиры. Из жиров больше всего представлены, да, полиненасыщенные жирные кислоты 65%, но здесь нужно понимать, что масло рафинированное, то есть омега-3 здесь, конечно же, не будет. На втором месте стоят мононенасыщенные жирные кислоты и немного насыщенных жирных кислот. Углеводы также есть, это простые углеводы, добавленный сахар, белка здесь меньше всего, то есть, ну, майонез, понятное дело, это не источник белка. Посмотрите, достаточно высокое количество холестерина. На нормирование таких продуктов с высоким содержанием холестерина необходимо обратить особое внимание людям с уже нарушенным липидным профилем, соответственно, по рекомендации врача. Остальным людям просто необходимо нормировать количество высококалорийных продуктов с высокой составляющей насыщенных жиров. Жирорастворимые витамины представлены витаминами А и витамином Е. Здесь количество, вы можете посмотреть, 200% от суточной калорийности, но вы понимаете, что данное количество, 30 мг, представлено на 100 г продукта. И здесь, конечно, активность этого витамина под большим-большим будет вопросом. Будет ли он вот таким вот антиоксидантом, как в маслах первого холодного отжима? Конечно же, нет. Тем более, в состав продукта входит сахар. Витамины группы В, здесь их совсем немного, но, в принципе, их быть и не должно. Но это витамины больше все-таки цельных злаков, цельных круп, различных субпродуктов и так далее. Майонез беден по содержанию минералов, макроэлементов совсем немного. Здесь на 100 г, да, понимаете, что на 10 г, допустим, здесь будет 0,0,0,0. И микроэлементов тоже совсем немного. Давайте начнем рассматривать составы. Не забываем про наш волшебный вопрос, который мы задаем каждому продукту. Приоритетным источником какого нутриента является этот продукт? Конечно же, на этот вопрос мы с вами ответили выше. Это жиры и явно не омега-3. Майонез слобода, зеленая дача с маслом авокадо. Давайте смотреть. Подсолнечное масло здесь, оно, как и во всех нормальных майонезах, рафинированное и дезодорированное. Масло авокадо тоже будет рафинированное и дезодорированное, потому что, ну, действительно, в рецептуры должны входить рафинированные масла. Вода, сахар, простой углевод бояться не нужно, но, соответственно, нужно понимать, что данный продукт тоже будет в своем составе иметь добавленные сахара. Ну, в принципе, вот они все и есть. Яичный желток, соль поваренная, лимонный сок, уксус и горчичное масло. В принципе, нет никаких вредных ингредиентов, но, с другой стороны, как я уже сказала, достаточно нутритивно бедный продукт, и мы с вами убедились в этом. Высоко калорийный и несет в организм большое количество жиров, не обладающих различной антиоксидантной активностью. Вот смотрите, различные майонезы с маслом авокадо, с оливковым маслом и так далее. Не надейтесь, что вы из рафинированного многокомпонентного продукта получите какие-то эссенциальные элементы. Разбивайте отдельно на элементы и смотрите, как вы можете использовать их в своем питании. В данном случае можно просто купить нерафинированное масло авокадо, источник алииновой кислоты, омега-9, и нормированно использовать в своем рационе. Почему рекомендую именно масло нерафинированное первого холодного отжима купить взамен? Потому что там сохранены именно все природные связи между полифенолами, антиоксидантами. И конечно же в масле будут вот эти активные жирные кислоты, которые пойдут только на пользу нашему организму и на закрытие различных дефицитов. Соус майонезный ласка постный, ну вот по калорийности действительно он поменьше. Из чего состоит? Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, та же самая вода, сахар, соль. Кукурузный крахмал бояться не надо, нужно понимать, что крахмал необходимо черпать именно из монопродуктов. Хотите наполниться энергией крахмала, берите цельные продукты, такие как, допустим, кукуруза, картофель, батат, морковь, свекла, различные крупы и так далее. Как рафинированный порошкообразный ингредиент, конечно, данный продукт необходимо минимизировать. Хотя такая же будет структура полисахарида, как и у, допустим, крахмала в кукурузе. Но здесь важна общая, так сказать, картина в составе чего находится данный продукт и в каком виде. Здесь порошкообразный рафинированный ингредиент, без клетчатки, без витаминов и минералов. Регулятор кислотности, уксусная кислота, она у нас в организме полностью усваивается. Горчица в виде горчичного масла. Консервант сорбат калия, это соль сорбиновой кислоты, в нашем организме усваивается как жирная кислота. Стабилизаторы гуаровой эксантановой камень, это полностью природные стабилизаторы. Соответственно, они являются пребиотиками. То есть в тонком кишечнике они усваиваются плохо, проходят в толстый кишечник и становятся питательной средой для нашей микрофлоры. Но здесь, конечно, про пребиотический эффект давайте не будем говорить, потому что все-таки пребиотики это монопродукты, а не промышленные многокомпонентные продукты. Краситель бета-каротин, который подкрашивает в такой светло-оранжевый, светло-желтый цвет. Здесь, конечно, с антиоксидантной активностью никакого сродства не имеет. Используется как пищевая добавка. Кстати, насчет антиоксиданта, бета-каротина и так далее. У меня есть очень много информации в ролике про морсы. Там как раз разбирая стоксантин, бета-каротин, различные каротиноиды и так далее. Можете посмотреть, в том числе ликопин. Вот такой постный соус без желтков. Вы видите, нет желтка как стабилизатора. Сразу появляются тоже консерванты, различные стабилизаторы. Не вредные, не полезные. Главное понимать, что они есть и просто нормировать данный продукт. И понимать, что это очередной порошкообразный рафинированный ингредиент. Когда на майонезе написано сметана, это не говорит о том, что он будет полезнее какого-то другого майонеза. Потому что, в принципе, состав тот же самый. В конце есть только сметана. По калорийности. Такой же высококалорийный продукт. Приоритетным источником, какого нутриента является он. Это жиры. Немного здесь простых углеводов и совсем нет белка. Далее давайте посмотрим. Вот классический вариант. Провансаль. Жиры тоже здесь. Самый главный будет нутриент. По калорийности майонез будет меньше, чем предыдущий. Но достаточно намного. Состав. Масло подсолнечное рафинированное, тоже вода, яичный желток, загуститель, модифицированный крахмал. Тоже бояться не надо. Нужно знать, что это химически обработанный крахмал. Да, простой нативный крахмал, обработанный химически на производстве. Для того, чтобы его структура улучшилась. Чтобы он лучше впитывал жидкость. Чтобы он лучше растворялся в воде. То есть данный продукт для производства дает множество плюсов. Для человека в организме расщепляется так же, как нативный крахмал. То есть как сложный углевод. Но при этом надо всегда помнить, что цепи там будут уже не такие сложные, как в нативном крахмале. Допустим, как в картофельном крахмале. Расщепляться он будет быстрее. Обрабатываться пищеварительными ферментами он будет быстрее. А значит и сытости будет давать меньше. Но в принципе сытости от данного продукта ждать не нужно. Потому что это продукт жидкий. Уксус из пищевого сырья. Соль, поваренная регулятор кислотности. Молочная кислота у нас расщепляется в организме. Консервант, о котором мы уже говорили. Сорбиновая кислота. Краситель бета-каротин. Конечно, да. Здесь он не будет носить какую-то антиоксидантную активность. Также здесь используется подсластитель сахарин. Для своего усвоения он не требует инсулина. Соответственно, может использоваться в питании больных с сахарным диабетом. Не является кориогенным. Выводится у нас из организма через почки и с калом. Майонез с кит яичный. Да, яичный не значит полезный. Те же самые жиры здесь в составе. И та же самая высокая калорийность. Подсолнечное масло дезодорированное, рафинированное. Сахарный песок, яичный меланж и так далее. Ну, в общем, это такой классический вариант майонеза. Не вредный, не полезный. Вводить или не вводить в ваш рацион решать вам. Но нормировать как высококалорийный продукт обязательно. Майонез я люблю готовить с соусом песто. Ну вот смотрите, да, все соусы, которые сделаны промышленностью, почему бы не сделать их дома за те же самые 5,5 минут? Не взять базилик, какое-то, допустим, нерафинированное масло. Можете взять и не оливковое, можете взять грецкого ореха. Потолчить это все в ступке и будет вам прекрасный соус песто. А можно просто базилик добавить поверх вашего салата и сбрызнуть его капелькой оливкового масла, масла грецкого ореха или любого другого любимого вами масла. Лимонный сок, итальянский тертый сыр. Ну, в общем, это все ингредиенты как раз соуса песто. Чесночное пюре, морская соль, картофельный порошок. Очень интересно. Ну, видимо, вот это вот крахмал. Стабилизатор, ксантановая камедь безвредная, эфирные масла различные и регуляторы кислотности. Вы, наверное, сейчас подумаете, что я слишком строга, слишком сильно докапываюсь, и иногда действительно можно себе позволить. Да, можно, но сколько этих иногда вы говорите себе в течение дня? Иногда можно это, иногда можно это, иногда можно это. А как это иногда характеризуется, да, согласуется с вашим образом жизни? Иногда. Это для вас. Какая именно кратность? В 21 веке я считаю, что действительно нужно докапываться, нужно смотреть вот в корень и задавать себе вопрос, зачем мне сдабривать свою еду продуктом с многокомпонентным составом, если я всегда могу сделать для себя, да, на своей кухне что-то сам из монопродуктов, или выбрать вот эти монопродукты просто по отдельности и добавить в свой рацион, сохранив полностью в них витаминно-минеральную активность. Ведь всегда вы думаете о том, что продукты промышленного производства, они предназначены для того, чтобы храниться долго. Такие продукты априори не могут быть высоко нутритивно ценными и нести много эссенциальных элементов, потому что продукт, который готовят для длительного хранения, он не должен быть подвержен окислению, да, различным воздействиям. То есть вот эти вот все факторы окисления, их убирают, и для этого продукт достаточно высоко рафинируют и обрабатывают. Нужно ли вам это? Задайте себе вопрос. Приоритетным источником какого нутриента и тот, и другой продукт является источником жиров? Так как все майонезы имеют одинаковую суть, то есть это рафинированное масло с небольшим количеством сахара и с яичным желтком, где мало белка и огромная жировая составляющая, то различные вкусовые добавки, которые добавляются в небольших количествах, они не имеют никакого значения, потому что по сути вы получаете практически идентичный нутриентный состав, который поступает к вам в организм. И вывод данного урока. Давайте посмотрим, как же использовать майонез в питании. Во-первых, майонез – высококалорийный продукт, необходимо его строго нормировать в рационе. Часто это сложно, и поэтому один из принципов моей работы – с глаз долой, и сердце вон. Рекомендую потихонечку сокращать количество данного продукта в рационе, особенно если вам действительно трудно нормировать, и вы понимаете, что за одной капелькой майонеза следует еще полупаковки. Повышает калорийность блюда в разы. Всегда помните это, добавляя майонез в ваше блюдо, и заказывая различные майонезные салаты в ресторанах. Салаты с майонезом в основном состоят из нутритивно-бедных продуктов. Ребята, это действительно так, все новогодние салаты – это переваренные овощи, различные мертвые, ну просто плавающие в майонезе. И знаете, меня умиляет, когда в рецептах пишут «зелень по вкусу», а на картинке такой майонезный блин, посыпанный немножечко укропом. Ну вот да, действительно, много ли антиоксидантов вы получите из этой зелени? Много ли клетчатки вы получите из этой зелени? Это вопрос для вас, я думаю, вы уже понимаете, какой здесь будет ответ. Да, салат с майонезом – это не овощи с майонезом, а майонез с плавающими в нем овощами, мертвыми продуктами, переваренными. Как формируется привычка? Больше едите, больше хочется, потом привыкаете, что данный продукт у вас в рационе постоянно, и это становится обычной частью вашего рациона. Точно так же, кстати, формируется и здоровый рацион. Вы вводите что-то понемножку, 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 сначала непривычно, спустя время, ни неделю, ни две, может быть месяц, может два, может три, в зависимости от продукта, привычки и того, каким был ваш изначальный рацион. Вот, вы поймете, что вы уже смотрите на вот эту тарелку без майонеза, да, со свежими овощами, и вы понимаете, что для вас это обычное питание. То же самое и физическая активность сначала, сложно, через год вы поймете, что для вас два раза в неделю железно сходить в спортивный зал, это для вас обычная часть жизни, не требующая над собой никаких, да, делать сверх каких-то вот усилий. Зачем сдабривать? Учитесь чувствовать, ну, действительно, природные вкусы. Ну, и, соответственно, альтернатива, это салат из свежих овощей. Вот такой вот пример у меня здесь представлен, в принципе, у меня на новогодний стол задумано вот такое вот блюдо. Это форель с различными овощами. Прекрасный вариант. Здесь у меня и брокколи, и шпинат, и грибочки, шампиньоны, и хрустящий различный салат. У меня здесь и руккола, и шпинат, по-моему, какой-то, также болгарский перец и обязательно базилик. Очень люблю базилик. Это очень действительно классный антиоксидантный продукт. И для вас вот такое вот домашнее задание. Посмотрите, сколько сейчас майонеза вы используете в своем рационе. Можете посчитать количество жиров с помощью счетчика FatSecret. Согласуется ли это количество с вашим образом жизни и тем уровнем энергии, и вашими целями по здоровью. Сбалансируйте свое питание. Я рекомендую начать вводить вот такую вот тарелку здорового питания хотя бы два раза в день, чтобы у вас приемы пищи были составлены по правилу тарелки. Очень подробно я объясняю, как перейти на правила тарелки. В моем бесплатном курсе «Правильное питание для похудения и здоровья» он представлен на данном канале. И там есть два урока. По составлению именно рациона по правилу тарелки без подсчета калорий, формуле сытости и по правилу ладошек. Тоже прекрасно можно себя проверять еще и по правилу ладошек. Вот посмотрите. Начните вводить это правило тарелки и в Новый год для вас будет гармоничным питаться так же, как и каждый день. То есть разнообразно вводя в свой рацион источники полноценного белка, источники углеводов сложных и различные источники клетчатки, антиоксидантов и полифенолов. Для вас уже будет необычным употреблять различные сдабривающие еду, соусы, майонезы и так далее, потому что вы почувствуете, что у еды есть свой вкус, который не нуждается ни в каком сдабривании майонезами, соусами и другими высококалорийными рафинированными штуками. Итак, привычка есть салаты с майонезом на Новый год, это всего лишь привычка, которую вы оттренировали годами. И то, что вам хочется действительно майонезного салата, это нормально. Для того, чтобы его не захотелось, действительно нужно проделать большую работу со своим пищевым поведением, со своими пищевыми привычками. И тогда действительно вы поймете, что для вас гармонично будет встречать Новый год совершенно с другим столом, более здоровым, более наполняющим вас ресурсами для вашего здоровья на следующий год и на следующий и на следующий. Никогда не забывайте волшебный вопрос, приоритетным источником какого нутриента является этот продукт. Еще хотела бы сказать, что все это обилие майонезной калорийной пищи, различные мяса под майонезом, различные салаты с майонезом, они прекрасно удовлетворяют, закрывают вот эти вот сумасшедшие просто дефициты в нутриентах, которые зарабатывают себе множество людей с помощью диет, похудений каких-то кардинальных, на очень низком колораже, на высокой физической активности перед Новым годом. И вот как раз вся эта диета, ее апогеем является новогоднее пиршество. Вот так делать не надо, конечно же, к формированию здоровых привычек питания это не приводит абсолютно. Новый год это точно такой же день. Не становятся в Новый год волшебными овощи, фрукты, источники белка, источники углеводов и так далее, источники жидких калорий различных. Точно так же белки расщепляются на аминокислоты, жиры расщепляются на глицерин и жирные кислоты, углеводы расщепляются на мономеры, глюкозу, фруктозу и происходит усвоение всех этих веществ в нашем организме. А если дефициты уже закрыты, потребности закрыты, то соответственно идет отложение в различные части нашего организма, подкожно-жировую клетчатку, висцеральный жир. Поэтому здоровому пищевому поведению, именно когда в Новый год тебе честно от всей души не хочется майонезных салатов, становится постоянное повторение привычек здорового питания изо дня в день, изо дня в день, пока это не станет для вас обычным, привычным днем. С вами была Мария Сафина. Увидимся с вами уже в следующем году в новых выпусках. Пока-пока!